всем добрейшее утро и я уже вас встречаюсь с макияжем накрасила и сделала косичку потому что мы сейчас уже поедем короче сейчас все расскажу куда мы едем ась пока покажу завтра муж уже тут бегал за бананами какие красивые слушающие идеальные сейчас еще коктейль буду делать и вот такое не молоко банановое новое молоко кокосовое миндальное и банановое от молоко стало с сахаром не очень нравится короче чем в пятерочке было то и взяли вот молоко банан дыня будет коктейль и добавлять на персик или так хватит вообще это молоко естественно не из банана рисовая даже соевая это соевая то было рисовая которая кокосовая покупали она была с рисовым молоком а вот это с соевым молоком это больше как коктейль наверное короче я тут сварила гречу сделала нам кашку каша с персиком с гречей и с медом накрыла на стол себе сделала сыр с мангольдом с луком и с чесночным соусом потушила муж попросил кучу ботвы делай мне кучу вот этой тушеной тушеного мангольда поэтому у него вот такая гора получилось возможно я чуть перестаралась здесь тоже с чесночным соусом вот а ну и свежие огурчики зелень я себе еще пол помидорчика порезала вот ну и как ты сейчас будет еще а а а а а а а в общем приятного аппетита всем кто тоже кушает ну как коктейль воздушный да прям такой молочный коктейль получился очень бананово классно ну если вы любите банан пенли вкусно да хорошо ну и что в общем то мы собрались я сегодня такой топ юбка очень мне нравится это удобно и на огороде и вообще в такую жару она такая легкая ковлинз я ее покупала очень качественная и вот этот топ из H&M надо бы мне где-то еще таких найти вроде как H&M открылся снова в общем надо узнать этот момент поточнее вот ну и изики снова я вчера сделала депиляцию ноги у меня теперь в порядке и можно снова носить юбки а то я последние пару дней уже и штаны и длинные юбки все на свете одевала а знаете что короче мы покушали я с собой еще взяла я так и не доела мангольд с гречей зато попила еще цикорий попробовала с банановым молоком что-то оно мне не очень короче которые из новых банановое и кокосовое они особо понравились у них короче очень низкий процент жирности что там то ли 0,5 то ли 1 процент и они такие вязкие какие-то вот в ячменный напиток ну или кофе вот ну короче в нем будет не очень приятное ощущение вот он вяжет я думаю что это из-за процента жирности плюс в них содержится сахар вообще непонятно зачем потому что они абсолютно не сладкие но при этом сахар туда добавили зачем его было туда осуать есть например рисовая которая прекрасная сладкая но такое сладенькое даже без сахара или есть хотя бы например миндальная и фундучная которые мы берем как коктейль которые сами по себе с сиропом топинамбура короче мне непонятно зачем там сахар и они мне в принципе не понравились ни кокосовая не банановая да оно вкусное такой яркий приятный аромат банановый и кокосовый но послевкусие вяжущая и наличие сахара ну короче как-то ни о чем все равно мое любимое рисовое и вот те миндальные и фундучные но я бы не сказала что это молоко больше наверное коктейли но они тоже очень вкусные вот такой вердикт короче собрались выезжаем у нас сегодня очень много планов очень много разных дел что планируем во первых обязательно купить морозилку потому что накопилось очень много урожая и морозилку мы сразу поставим в доме хотелось нам сначала застелить ламинат но теперь становится понятно что еще стена будет сохнуть неизвестно сколько вчерашний блог посмотрите я рассказывала поэтому короче мы поставим холодильник прям так на пол на бетон и когда будем класть ламинат придется его как-то ну Саша может с папой перетащат его короче как-то ну в общем как-то придумаем и эту морозилку потом уже на постельный ламинат поставим ну а что делать сейчас много собираю урожая много зелени я думаю замораживать котлетки замораживать зелень замораживать бэби морковку я пособирала урожай моркови и которая крупная я буду использовать а мелкую хочу заморозить прям так вот чтобы на пару готовить ее зимой я и так покупала ее а теперь у меня есть своя просто чудесно и что еще буду замораживать я хочу купить я не выращивала на огороде но хочу купить фаршированный фаршированный перец хочу купить хочу купить болгарский перец и сделать из него фаршированный вот единственное думаю что я видела несколько вариантов заморозки где прямо достают вот эту сердцевинку из перца и просто друг друга их вставляют вот так вот как матрешку и замораживают либо сразу же сделать его готовый фаршированный я все-таки склоняюсь ко второму варианту сразу сделать готовый уже с начинкой с рисом с фаршем чтобы потом достал томатом залил и быстро приготовил. Так что у меня будут не только зелень и овощи замороженные, но и полуфабрикаты. Я считаю, это очень удобно. Достал, приготовил. Будут точно котлетки и фаршированный перец. Может, еще кукурузы заморожу. Не знаю, или домашняя, которая спеет, или, может, будем еще покупать. И очень хочу заморозить еще цветной капусты и брокколи. Посмотрим тоже, своя она будет домашняя или покупная, но замораживать в любом случае буду. Наша домашняя морозилка, я уже показывала в предыдущих логах, она просто забита напрочь, поэтому нам надо выбрать морозилку. Сейчас мы поедем сначала делать дела мужа всевозможные, а потом, когда Александр освободится, мы поедем за морозилкой, а потом поедем в дом. Еще у меня дело. Первым делом, сейчас мы поедем, и я сдам юбку. Юбка очень классная, по качеству, обалденная. Мне очень нравится ткань. Я даже не стала ее стирать. Я сначала дам ее подшить. Я вчера показывала в Wildberries, я ее мерила, она длинновата. И, ну, все-таки это не очень удобно, поэтому я ее подошью, сейчас сдам. И также в ателье еще тут шорты. Саша, ну, сейчас мы, короче, там на шортах сам карман, в нем появилась дырочка. Ее надо зашить, естественно. Вот, так что сейчас сдам шорты и юбку. Надеюсь, сделаю все быстренько. И там у нас такая в ателье женщина, она постоянно там, в общем, годами, можно сказать, сидит, и мы всегда к ней отдавали вещи. Она всегда все хорошо делает. В последний раз юбку я перешивала, пояс меняла. В общем, мне нравится, как она делает, поэтому отнесу к ней. Вот такой вот пока что план. Так что выезжаем. Сижу в машине, жду, пока освободится муж. Это самое важное, его дела переделать. А еще я вот сейчас начала снимать и увидела пакет. Мы прям мимо проезжали и не завезли. Не завезли. Это все я. Я заболталась. И, короче, а, ну и мы другой дорогой поехали и не завезли мою юбку. Блин. Я так хотела ее сегодня сдать. Не знаю. Ну, сейчас мы уже назад, мы уже далеко уехали, назад мы уже возвращаться не будем. И они еще работают, ну, как бы, часов до пяти. Ну, это же отелье, сами понимаете. То есть они не будут там меня до ночи ждать. То есть вечером я ее тоже уже не отдам. Или сейчас вернуться, когда он освободится, или уже завтра. Косяк, косяк. Надо было сдать, надо было сдать. Уже теперь что? Будет юбка кататься с нами, походу. Все нормально. Гениальный ум. Вот у него. Он вспомнил, что говорит, что ты паришься, заплатишь за срочность, и тебе сделают быстро. Вот. Так что, в принципе, я думаю, это во всех отелье тогда, но там, по крайней мере, точно так, что если доплатить, то можно сделать быстренько. А у меня, короче, стирка будет скоро, и я хотела эту юбку закинуть вместе со всеми в стирку, логично, и потом ее уже носить. В общем, у меня на нее планы, и я хочу быстро. Ну, короче, выход наш найден. Субтитры сделал DimaTorzok Мы заехали в Табрис за перекусиком. Бесценный, бесценный. Короче, мне так захотелось арахис, и я никогда не пробовала арахис сырный. Там был с васаби, с беконом и с сыром, но васаби мы много раз пробовали, это всякие пробовали, а вот сырный никогда, и меня очень заинтересовало. Ем. Состав у него, конечно, вообще не очень. Тут и всякие глукоматы, и усилители. Ну, короче, как в Принглсе во всяких чипсах, но, блин, бывает же такое. Ну, вот захотелось, попробуем. Так, еще у нас тут две шаурмы с собой. Сейчас перекусик будет, шаурмешный перекусик. И еще газировка холодная. Ну, как, не холодная, а прохладная. Ну, самое то. Сейчас такая жара стоит, мы уже ездим, сейчас у нас время полтретьего, а мы выехали без 15.11. Вот столько времени уже прошло, сколько мы ездим. Зато практически все дела уже сделали. И вот ледяной газировочке, короче, захотелось. Сейчас я вам покажу температуру. Это просто офигеть. Самолет. На остановках у нас пишут температуру, да, самолет. Красиво. Пробую, это таракет. Сырный. Во-первых, тут прям куча приправы. Глазурь очень жесткая. Я люблю, когда глазурь помягче. Но сама приправа сырная такая классическая. Я такую люблю. Если любите сырные лейс, то вот это очень похоже именно на их приправу. Сырную. Так выглядит. Прикольно. Но глазурь рысковато. Так, очень так. Что в такое хотелось похлюстеть. На трамвайной остановке она показывала 48 градусов. Я не шучу. Реально 48 градусов. Ну, понятно, что это как бы нагрелось на солнце. Но сегодня очень жаркий день. Тут, в принципе, близится к 40. Ну, вот, если на ярком солнце, то 48. Сказался, нужен орехокол. Да. Для этого орать это. Ну, реально, что-то эта оболочка жестковата. Орехокол. Вообще, силкунчик. Это похоже на скорлупу от ореха. Да, реально, слишком жестко. Очень странно. Нам такое попадалось в пятерочке, но они там были на развес, и мы подумали, что оно просто тупо засохло. Но оно же не прикрыто ничем. Да? Было. Ага, когда я фундук просто сварил. Вот. А это была герметичная запакованная, ну, короче, герметичная упаковка. Чего она такая твердая, блин, оказалась, не знаю. Ну, сами по себе вкусненькие. Мне больше всего нравится, как они, мимимекса поделают? Да. Вот, вот они самые вкусные. У них такая оболочка, она хрустящая, но она нежная, она тает во рту, а не вот это вот все. Мы приехали у нас вот такой вот магазин 004.ru с бытовой техникой. И мы приехали в него, потому что здесь можно сразу забрать свой товар. Сколько мы посмотрели во всяких им видео, надо ждать то две недели, то хотя бы несколько дней, а мы хотим сейчас, как обычно. Пойдем здесь посмотрим, что у них есть за морозилки. Наконец-то мы доехали. За морозилки. Заморозили сейчас все там. смотрим объемы морозилок. Вот это нам приглянулось. Короче, это получится по объему вот такая, как три. Вот наш холодильник, вот он прям он же. Только у нас тут экранчик другого цвета, сейчас серебряные стали делать. Вот. И тут объем ну 80, а там получается 200, 240 вроде. Ну короче, как три вот таких морозилки. Вот, это прям наш холодильник. Вот он сейчас у меня полностью забит. Вот еще три таких прибавится получается от вот этого, от этой морозилки. еще тут одна только вот такая корзиночка. Вот тут три, например, там две. Ну блин, тоже это можно докупить в сервисном центре и за них как бы особо. с замком. Ручка с замком. Ну тебе то зачем? Ну там можно и к кому прикрутить ручку. Я про то, что он видишь и шире насколько уже большой. Говорит, прикинь, как надо все организовать, чтобы потом найти. Ну вот я тебе рассказываю. Это маленькая, такую большую. Тебе надо подобрать сюда по размеру корзину. Вот сюда. Этот синтек он лучше. Понимаешь? Вот сюда по размеру. Потом вот сюда тебе надо парочку хотя бы по размеру, чтобы ты могла достать эту, достать то, по-другому просто наваливать, то потом ты просто не откопаешь. Забудешь, что там у тебя в залеже. Ну да. В нем уже холодно как будто. Да. Короче, со мной советовались с консультантом и вот сидим размышляем. Там типа каждые 2000 накидываешь и тебе еще 50 литров объема. Вот. А как раз ты на такой опадки. Да. еще чуть доплатить больше, еще чуть доплатить больше. Как я куплю за 22000 допустим на 250 литров, если за 23000 270 литров, а за 25 уже 300. И я такой думаю, ты представляешь, что это 50 литров разница? Ты понимаешь, сколько это вообще? Ты можешь туда положить еще типа такая уже полная, а в эту еще можешь три баклахи вот этих 20-ти литровых с водой кинуть еще. Короче, таким образом, за этот ремонт, за этот данный конкретный, ну вот у нас сначала появился самый большой телевизор, таким образом, сначала хотел один, потом прибавлял, прибавлял и взял короче, самый огромный какой был телевизор, потому что мы его ели в квартиру вперли, потом у нас самая большая тумба, которая просто на всю длину дома. Тумба вообще. потом, короче, уже при этом ремонте у нас самая длинная шторка в бау-центре, ее даже на выставке там не было, это мы ее то ли заказали, то ли что. Да, мы даже не видели, как она выглядела. мы просто взяли самую огромную, потом таким же образом мы взяли самую огромную ванну, докидывая вот так по чуть-чуть, и что-то еще было. Раковина. Раковина тоже у нас самая большая какая есть, и по-моему, унитаз, если бы он был самый большой, но он, по сути дела, тоже там приближался, он приближался к самым дорогим в итоге, короче, в ту сторону мы двигались от середины унитаза, там, знаете, как начинается с дешевых и заканчивается самыми дорогими, мы начали где-то с середины и двигались, двигались, и нашли почти до конца, до самых-самых таких, короче, вариантов. Ну вот, и думаем, размышляет, побольше взять, или как, еще по размеру их померили. Кстати, здесь вообще отличные цены, и мы еще один кондиционер, мне нужен кондиционер для спортзала, вот, и тут цена даже лучше, чем в Леруа на кондиционеры, поэтому, скорее всего, мы кондиционер тоже тут будем покупать, но не сегодня, а еще они делают доставку, но это будет завтра, а мы хотим ее, наверное, забрать сегодня, в морозилку, вот, мы сейчас подумаем, и какую-то из них выберем, здесь ее оплатим, и нам ее вывезут, мы закажем Яндекс.Такси, и отвезем сразу в дом, включим ее, чтобы она заморозилась, ну, наморозилась, и завтра я уже туда подготовленные всякие штуки, ну, короче, подготовленную продукцию уже отвезу, и там заморожу, вот такой план, будем думать. ситуация, Саша пошел, хочет зарезервировать, которая нам понравилась в итоге, но забирать мы решили завтра утром, потому что мы будем брать свою газель, и нам надо будет еще в одно место заехать, и, короче, погрузить еще в дом кое-что, поэтому, чтобы все это сделать разом, а не дважды, мы решили завтра утром ее забрать, вот, и он что-то хочет, зарезервирует то, что нам понравилось, чтобы наверняка она завтра была, ну, в общем, подстраховаться, хотя я думаю, что их вряд ли так разбирают, как горячие пирожки, и, наверное, она и так будет, ну, если захотел, то пусть лучше сделает, чтобы потом наверняка и правда она завтра была, все, мы, в принципе, определились, это Синтек, там хорошая у них вроде как морозильная техника, всякие холодильники, потом эти кондиционеры, ну и вроде вот морозилка, определились, в общем, уже на месте, когда мы ее купим, ну, завтра, видимо, во влоге, я покажу, как она выглядит, и у нас возникла чудесная идея, она возникла прямо сегодня, поэтому еще мы решили, это хорошо, потому что мы выбирали сегодня еще не только по глубине, по объему, по ширине, но и по высоте, потому что мы захотели ее, эту морозилку, поставить в центре, в центре кухни, и сделать островок, ну вы поняли, в общем, то есть мы и так планировали делать островок, а потом подумали, слушайте, а почему бы не сделать из морозилки островок, и можно будет закрыть, сверху положить столешницу, и это будет дополнительное пространство для резки, для разделки, для того, чтобы подключать технику, например, можно будет туда сделать розетки, и там пользовать блендер, миксер, там всякое-всякое, всякую-всячую, пароварку, короче, это будет удобно, вот, раздумывали о том, что может быть там сделать печку, потом передумали, это неудобно, вытяжку там надо будет посередине тогда делать, у нас уже натянуты потолки, ну короче, у нас под вытяжку уже выведено около стены, вот, потом, что еще, что еще Александр там предлагал-то сделать, а, раковину, говорит, можно все продолбить, пол, вывести туда, все, и будет раковина, но под раковиной удобнее всего мусорку, а под островком не получится этого сделать, короче, думали-думали разные варианты, удобнее всего будет, если это будет просто поверхность островка, но также, чтобы это было не попусту, растраченное пространство, это просто гениальная идея, сделать там снизу морозилку, а сверху островок, вот так вот. Приехали в дом, знаете зачем? Померить. Вот, пока приостановили работы, потому что стена сохнет, как оказалось ей, сохнет неделю, и пока вот займемся другими всякими вопросами, вот, будем ждать, ну что делать, ну вот она прям мокрая, вот это уже третий день, пока ждем, будем ждать полного высыхания, чтобы потом наносить эту шпаклевку. 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 Это уже шпаклевка. Я их постоянно путаю. Ну понял, чтобы сделать цены вот так, это уже все подготовлено под покраску, только грунтовать и красить во всем доме осталось. И вот эта стена. Короче, вот тут будет островок, где сейчас все мои садовые штуки и ремонтные тут штуки. Вот сейчас мы померяем. Тут будет кухня, тут будет островок. Мы думали сначала, что поставим морозилку вот тут, потом решили, что это будет островком. А вот тут будет стол со стульями. Ну, короче, как-то так. Вот, приехали померить, я заодно огурчики полью. Чуп не поймешь. Два слоя уже высохло. Ну, пощупай, поймешь. Ты прям вот так поделай пальцем. Чувствуешь? Мы к нему делаем. Чувствуешь? Прям, ну, чувствуется, что оно в краске. Да. Ну, слой. Да, решили сделать два слоя, то что, ну, хоть и не видно его будет, это крепление для шторки, но все-таки ванная комната, влажное помещение лучше два слоя. Правильно? К тому же краску мы уже купили, чего бы ее не пользовать. Да. Первый такой, в один было тоненько, а в два нормально. Огонь. Видал там, кто лежит, смотри? Ого, и как он там оказался? Не знаю. Прилег отдохнуть. Прикол. Сорвешь? Да. Огурец, молодец. Хорошо. Прилег отдохнуть. Я думала, это ты положил там его так. Обколол. Ого, какой колючий. Правда, что. После вчерашнего дождя до сих пор земля влажная, посмотри. Да. Поэтому поливать не буду, только огурчики молоденькие. Ай, красота. Вот, Петруха, смотри, какая огромная. Ее надо собрать и заморозить. Мы тут все разметили. Это стол. Представляете? Включайте фантазию. Фантазию. Это стул. Короче, тут будет круглый стол и четыре стула. Ну вот он как раз сто сантиметров. Да. Как поддон сто на сто. Да, такого размера. Это просто палка. Это просто палка. Это холодильник. Это холодильник. Я буду просто повторять за тобой все. Тут кухня. Ага, вот столько она займет. А это будет островок. Да, вот такого будет размера. Что-то мы смотрим, что мы возьмем, походу, большую морозилку. Вот эта самая большая морозилка вот такого размера будет. Мы что-то из размера сомневались, а она на нашей кухне потерялась, да, по размеру? Да, в принципе, еще места остается. Да, дофига места осталось, да, согласна. Ну как, ходить свободно. Ну тут как бы больше, чем свободно. Свободно перемещаться. Чтобы свободно ходить, вот достаточно. Ну вот столько. Ну подумаем. Тут еще, в принципе. Возможно, вот здесь еще будет какой-нибудь шкаф. Помнишь, мы хотели какой-нибудь шкаф небольшой поставить? Ее можно будет подвинуть сюда? Ага. А, вообще, конечно, тут построгу тут, его можно сделать больше. Вот примерно вот так. Ну вот, и так комфортная ширина. Да. Вот, вот до сюда сделать, а здесь делать, ну как, ящики какие-то или что-то. Угу. Сбоку. Может быть. Ну, короче, можно, короче, функциональную еще зону. Да. Да. Больше мест для хранения. Так и сделаем, да. Угу. Прекрасно. Вот, поэтому, теперь, как, как я и говорила, теперь Александр что думает? Купи самую большую морозилку. Ну, может, и не самую большую. Ну, короче, уже такие мысли появляются. Ну, там по стене посмотрите просто. Ну да, чтобы выгодно было. В какой-то момент они такие раз и задираются. Да, да, да. Там до 300 литров вообще прям по 2000 прибавляется, а потом сразу. Раз и семь. Там идет 24, а потом сразу бах и 32. Следующая. Ну да, мы возьмем какой-то адекватный вариант, потому что за 50 литров переплачивать 7-10 тысяч смысла нет. Ну ты учитываешь, что 50 литров это знаешь сколько? Нет, понятно. Вот это 19. Да. Вот это 19. Я понимаю, но блин, ну не на столько же дороже. Вот 2 это всего лишь 40. Угу. Ну да. То есть 50, если еще вот здесь и вот здесь полная будет. Ну что, она того стоит 24 или 30, да? 10 тысяч не будем доплачивать за такое. Ну да, я и говорю, что одно дело. Ну вот, по которой до 25 можно посмотреть. Ну да. Короче, завтра какая-то морозилка приедет сюда и я начну наконец замораживать всякое. Я подумал, мы возьмем за 20, короче, вот та, которая 250 или за 25, которая 300. Угу. Ну, мы сейчас переспим с этим, решили подумать. Померить приехали. Вот.